Добрый день! Если вы слушали новости, то они очень забавные. Вы знаете, о Чубайцах заинтересовалась счетная палата, сколько в обыске, а бюджет Москвы моет шампунем Чистодор. А завтра будет 25 тепла. Да, так и веселый у нас сегодня начало трудового дня, по крайней мере, для меня. Ну что ж, у нас в гостях сегодня Николай Мазурин, заместитель главного редактора Forbes России. И поговорим мы о свежайшем выпуске супермиллиардеров России, который сделал журнал Forbes. Добрый день. Добрый день, Николай. Первый вопрос. Слушайте, а зачем вообще такие списки составляются? Ну вот вам разве не интересно? Нет. Ну, я не знаю, почему вам не интересно. Есть очень много людей, которым это интересно. А, то есть они открывают журналы, если их там нет, то они идут на работу, да? Ну, в принципе, да, есть такой анекдот. Причем мы там есть, я имею в виду редакции, потому что впереди поминальники. Все мы давно в списке Forbes, но тем не менее мы тоже ходим на работу. Ну, вы ответственны. Не, ну, если говорить серьезно, то, в общем, это на самом деле довольно любопытно. Это наш, пожалуй, флагманский продукт. Как этот рейтинг, так и другие рейтинги. Ну, мы, у нас есть компетенции, как я полагаю. Мы умеем считать, сколько стоит бизнес того или иного предпринимателя. И, по большому счету, перемещение в этом списке и в целом изменения, которые происходят в списке, можно сказать, что они так или иначе отражают то, что происходит в экономике. Год от года это довольно любопытно сравнивать, что произошло. Ну, и, в общем, это интересно не только нам. И не только тем, кто хочет залезть в чужой кошелек, но и тем, кто как-то отслеживает процессы происходящего. Просто же о кошельке сказали, а налогов к вам никогда не обращалось за оценками состояния, чтобы сравнить с тем, сколько налогов было уплачено конкретным человеком, нет? Нет, знаете, к нам не обращалось. Нет, извините, я обращался. Может быть, все еще впереди, но не дай бог, конечно, потому что, мне кажется, это как-то уже будет перебор. Ну, почему, ну, состояние человека выросло в 11 раз, а налогов он заплатил, скажем, всего два раза больше. Налогов уже должны возникнуть вопросы, значит, не надо брать скланы. Ну, смотря о каком налоге идет речь, если речь идет о подоходном налоге, это одно, но я, в общем, когда мы говорим о состоянии, это, в общем, это, в основном, это оценка бизнеса, это сколько стоит бизнес. Ну, компании все, они так или иначе платят налоги, поэтому... А как вот вы, каких источники вы используете, чтобы оценить бизнес или компанию? Предположим, это не публичная компания, какой-нибудь большой холдинг или траст. Как вы оцениваете стоимость этой компании? Если не секрет, конечно. Да нет, конечно, не секрет. С публичными все понятно, если компания не публичная, то мы ищем ее отчетность, смотрим, что ей принадлежит. И, соответственно, после того, как известно какие-то показатели, хорошо, если известны основные показатели выручка, прибыль, ебеда, долговая нагрузка, ну и так далее, то мы, собственно, ну, так же, как и все аналитики в инвесткомпаниях, там, с помощью нехитрых методов, мультипликаторов оцениваем бизнес. Естественно, дисконтируем его существенно по сравнению с публичным, но просто потому, что не публичный бизнес, он закрытый, вот за непрозрачность, там, правильно делать какие-то дисконты. Оценки мы согласовываем с аналитиками как-то, они нам помогают. Ну, в общем, это такая довольно кропотливая работа, которой мы занимаемся довольно долго. А то есть, если компания публичная, вы дисконт не делаете? Нет, конечно, но ее оценивает рынок. Ну, а почему он, смотрите, ну, предположим, компания, 10% акций торгуются на рынке, да? Ну, я понимаю, о чем вы хотите сказать, если маленький фрифлоу, да, то можно разогнать какого. Владелец хочет продать 10 и все. Да, можно его, действительно, так как рынок у нас не очень ликвидный, и много компаний с низким фрифлоу, то можно рынком манипулировать. Но, как говорится, рынок есть рынок, в общем, не очень понятно тогда, по какой системе дисконтировать кого и насколько. То есть, нет каких-то четких правил, и мы, посоветовавшись с нашим нью-йоркским обкомом... А вы тоже шпионы, да? Да, агенты. Агенты, прошу прощения, агенты правильно говорите, да? Вот, ну, в общем, методика, она одинаковая, и поэтому мы оцениваем по рынку в любом случае. Понятно. А вот в этом списке, я, правда, не видел, какие вообще изменения произошли, вот какая тенденция наблюдается в списках Форбс, скажем, российских, за последние, ну, там, 5 или 6 лет? По отраслям идут. Кто становится богаче, кто становится беднее? Если о верхней половине говорит список, о первой десятке, то, в общем, все эти люди известны, и там, конечно, происходят какие-то изменения, но они, в общем, переходят внутри десятки. Ну, например, там, ну, допустим, Лисин был в прошлом году на втором месте, в этом году он на восьмом месте. Мордашов был на третьем месте, в этом году он вылетел с десятки на одиннадцатом месте. Ну, и там всегда присутствует Потанин, Прохоров, Олег Перов, Усманов, Виксельберг, Фридман. В общем, все эти люди давным-давно известны, понятно, какие у них активы, и они так, в общем, друг друга меняют, переходят с места на место. Вот тот же Лисин, допустим, и Мордашов в этом году существенно снизились, потому что металлургия упала, равно как и уголь, и поэтому владельцы металлургических компаний и угольных активов, они снизились. Ну, а, допустим, Фридман, он поднялся, и впервые он занял почетное второе место, что тоже довольно... А, кстати, Виксельберг четвертое, что тоже довольно просто объяснить, просто так как мы, естественно, учли сделку по продаже компании ТНК, государственной компании Роснефть, в результате которой российские собственники получили 28 миллиардов долларов Альфа и Аксесс Ренова, из которых кэшем. Из которых на Виксельберга пришлось 7 миллиардов, на Фридман примерно 5, на других партнеров Альфа чуть меньше, но, так или иначе, вот за счет этого кэша они выросли. А если вот сравнивать, скажем, российский список Форбса и мировой, там, скажем, американский или европейский, то как они отличаются, я имею в виду, в динамике обогащения? Не скажете? Ну, я так сходу не могу сказать. В принципе, вот есть глобальный список Форбса, список миллиардеров, которые делают американцы, они делают 400 богатейших американцев, делают глобальный список миллиардеров. Это все бизнесмены в мире, в состоянии которых не меньше миллиарда. Там примерно 1200 человек. Выходит он в марте. Естественно, все российские миллиардеры туда входят. Миллиардеров российских 110 человек в этом году. Ну, и в целом тенденция, так, вот последние годы нет существенного какого-то роста или падения. Так вот все в каком-то боковом тренде находится. Это в мире? Да, ну и в мире, и у нас, собственно, то же самое. Вот за прошедший год, что у нас произошло? У нас индекс РТС вырос с 14 по 14 февраля, мы считаем. То есть у нас дедлайн, дата сечения 14 февраля, на эту дату оцениваются все публичные компании. Индекс РТС вырос на 3,5 процента. Да, состояние 200 богатейших россиян увеличилось на 9,4 процента. То есть чуть-чуть больше индекса. С 446 миллиардов долларов выросло до 488. Ну, вот, кстати, интересно отметить, что в среднем представители нашего списка, они, ну, можно так сказать, управляют своими деньгами лучше, чем это делают портфельные управляющие. Ну, если под таковыми, например, понимать индексные фонды. То есть вот у нас есть 37 человек, которые были в списке все 10 лет. Мы делаем с 2004 года, есть 10 списков. Вот 37 человек были все время. Их состояние выросло с 2004 года по 2013 с 86 миллиардов долларов до 273. Вот, то есть там, ну, примерно в 3,5 раза. Вот. А индекс РТС вырос за тот же период в 2 раза. То есть... Не, ну, извините, с 2004 года у нас расходы бюджета резко выросли. Ну, это понятно, да. Но, тем не менее, вот... Тут, наверное, не столько управление, сколько правильные связи имеет значение. Ну, у многих, у многих, да, есть, конечно, административные составляющие тоже присутствует, безусловно. Ну, в принципе, да, в 11, 2 раза и в 11 раз... А как они управляют деньгами? Вот, кстати, хороший вопрос. Раз вы затронули. Вот как они управляют деньгами? Они сами принимают решения, либо у них есть советники, какие-то инвестиционные комитеты. Не знаете? Ну, если говорить о личных деньгах, да, вот, о личных, то есть, что такое вообще состояние? Состояние — это стоимость бизнеса, ну, это стоимость недвижимости, других личных активов, ну, и это те деньги, которые, в общем, есть, что называется, там, на черный день. Управляют по-разному. Ну, например, партнеры Альфа Группа, они за многие годы получили достаточно большие дивиденды, там, это миллиарды долларов. Они лежат у них в управляющей компании, которую и деньгами этими управляет младший партнер Алекс Кнастер. Он работал в Альфа Банке, его нет в нашем списке, потому что у него американский паспорт, но он, вот, управляет деньгами партнеров. Насколько я понимаю, Михаил Прохоров самостоятельно принимает решения об инвестировании денег. Так, ну, есть, конечно, советники, но есть люди, которые реально сидят перед компьютерами, ну, по крайней мере, как они говорят, и смотрят за тем, что происходит. Вот, например, Борис, он же Бедзин и Ивнишвили, которого у нас больше в списке нет, хотя все деньги он сделал в России. Не того, потому что он стал премьер-министром Грузии, и у него больше нет российского паспорта. Так он последние годы, по его словам, сидел чуть ли не в ежедневном режиме, следил за котировками, щелкал мышкой, вкладывался в золото, и, в общем, так активно принимал участие в управлении собственным портфелем. Ну, с другой стороны, у него и бизнеса не было как такового, да, у него были девелоперские проекты, управлять которыми не надо. А вот что касается денег и позиций в рынке акций, то он управлял им. Интересно. Что ж, мы продолжим после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Добрый день, снова программа «Парадокс». Я идущий с Пандемура. Телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, пишите на сайт финам.фм. У нас в гостях сегодня Николай Мазурин, заместитель главного редактора «Форбс Россия». И обсуждаем мы последний выпуск списка «Форбс» российского. Ну и хочется узнать, конечно, как люди инвестируют, как они стали такими богатыми. Вот вопрос-то следующий. Ведь вы же проводите, насколько я понимаю, этот список, вернее, составляете каждый год. Да, каждый год. Вот у нас были кризисные годы, там, восьмой, девятый. Вот по результатам, то есть, вот вы составляли список весной 2009 года. Да. И как изменились состояния? Ну, очень здорово упало, там, раза в четыре все упало. На первом месте был тогда Михаил Прохоров, просто потому что он вышел в кэш перед кризисом, он продал свою долю в норильском никеле. Я сейчас точно не вспомню, но около 11 миллиардов было, мы оценили его в стадии в 2009 году. Вот, и он был на первом месте. А рекорд вообще был в 2008 году. Весной 2008? Да, весной 2008 года, да, до кризиса. На первом месте был Дерипаска, и Станин оставлял 28 миллиардов. А сейчас сколько? Сейчас Дерипаска на 16 месте, сейчас 8,5 миллиардов. Нормально. И это исключительно связано именно с котировками акций? Да, да. То есть, оценка его бизнеса? Да, это связано с оценкой бизнеса исключительно. А долговая нагрузка у него, не знаете, какая? А, кстати, вот, предположим, есть бизнес, вы учитываете долговую нагрузку? Да, безусловно. Ну, то есть, можно взять миллиард долларов, что-то на него купить, да, и сказать, вот у меня теперь активы на миллиард долларов. Но в таком случае в список Forbes попасть нельзя. То есть, этот список, это чистый капитал, грубо говоря, условно, его можно реализовать вот по такой цене. За вычетом всей долговой нагрузки, всего. Да. Но как учил первый главный редактор... Это ликвидационная стоимость активы. Да, да, да. Вот первый главный редактор Forbes Павел Хлебников, который погиб, убили в 2004 году, он довольно просто говорил, что такое ценка состояния. Вот если что-то есть, есть какой-то бизнес, вот если этот бизнес продать, а потом отдать все долги, вот сколько останется, это и есть состояние. Понятно. Интересно. То есть, это действительно реальные деньги. А как вот эти люди заработали столько денег? Не просто же так? Ну, как? Ну, я вот... Вот есть конкретные примеры. Например, Баффет, да, человек работал там всю жизнь. И действительно очень грамотный, очень хороший инвестор. Билл Гейтс, основатель Цукерберг, ну, это такой же пример из фантастики, да? А наши-то как заработали? Вот они не только смогли заработать, но и остаться на этом уровне. Ведь из этого списка кто вылетел? А, кстати, у оседелец наш великий Ходорковский, он был в списке? Да, он был, он был, конечно. Он был на первом месте более того в 2005 году. И вообще в 2005 году в списке было 6 или 8 менеджеров ЮКОСа, совладельцев одновременно. И на них приходилось 20% совокупного состояния первой сотни. Ну, после того, как, ну, после известных событий, в общем, после того, как компанию разгромили, то никого не осталось. А все остальные так и осталось? А Абрамович, он в списке или он уже не в списке? Нет, Абрамович, конечно, в списке. Он был три года подряд на первом месте, там, в пятом, шестом, в седьмом, по-моему, году. А в этом году он впервые вылетел из десятки. Сейчас он на тринадцатом месте, 10,2 миллиарда. Ну, собственно, это произошло, потому что у него большой пакет евразов, а Медлоргия упала, и поэтому тоже снесился. Он был на первом месте, и он, в общем, постоянно присутствует. По большому счету, Абрамович, после того, как он продался в нефть за 13 миллиардов Газпрому, вот как-то примерно на этом уровне он и находится. А вообще структура активов, ведь вы же знакомы со структурой активов, когда вы их оцениваете, да? Ну, вот структура активов, какова у людей, которые попадают в список Forbes? Я имею в виду, вот есть бизнес, скажем, ну, там, в основном, мне кажется, сырьевые бизнесы. В основном сырьевые, да. А остальная структура во что не вкладывается? В недвижимость, в ДУ, там, доверительное управление, еще что-то. Вот есть такая информация? Ну, в ДУ, конечно, они не вкладываются, они сами себе ДУ. Ну, опять же, вот если не говорить о каких-то партнерских отношениях, о компаниях, в которых лежат деньги партнеров, вот, ну, вот, если это можно назвать ДУ, то да. Конечно, в ДУ, там, ну, условно говоря... Да, в какой-то банк в ДУ, они деньги свои не... Ну, понятно, у них у каждого свой банк. Нет, на суд. В основном, конечно, это сырьевые бизнесы, и вот вы сказали, как они разбогатели, да, в общем, по большому счету, все, кто находятся на вершине, они так или иначе участвовали в приватизации. Вот, либо непосредственно в приватизационных конкурсах, либо позже участвовали в переделе собственности, который происходил в 90-е годы. Активы тогда стоили, ну, значительно ниже их справедливой цены, и, в общем, это было все недорого, и хватки успешных предпринимателей, как тогда получили крупные куски собственности, так, в общем, и с ними не расстаются. Именно с этим связано то обстоятельство, что первая двадцатка, по сути, не меняется. Но все, как бы, собственность уже поделена, по большому счету, и трудно представить, что сейчас у нас появится свой Цукерберг с состоянием, там, я не знаю... Ну, раз сколка в обыске, уже точно не появится. Да, вот и с Павлом Дуровым там все непросто. Подцепил он бампером гаишника, то ли подцепил, то ли не подцепил. То ли гаишник прыгнул, да? То ли гаишник прыгнул, да, а тем временем Мирилашвили и Левиев продали 48% ВКонтакте, фонду Ильи Щербовича, ЕСП. Вот, в то время как вроде Дуров говорит, что должны были продать ему по акционерному соглашению, у него было преимущественное право. То есть он уже не упадет в список Форкса? Ну, у него не такая большая доля, на самом деле, у него 12%. Ну, стало бы 12 плюс 48, стало бы 60. Ну, да, но он откуда бы эти деньги взял? Он бы, наверное, не из кармана достал, он, наверное, взял бы их в долг. Тогда, соответственно... Да, все равно бы не попал. Да, не попал бы. А вот Мирилашвили, Михаил, он у нас в списке есть, у него 950 миллионов, по-моему. Да, 950 миллионов, а 114 место Вячеслав Мирилашвили. Самый молодой, наверное, 30 лет все. А вот если взять, скажем, никогда не смотрели такую статистику, если взять бизнесы, стоимость бизнеса оценочную и вычесть, сколько останется состояния? Какого процента состояния, грубо говоря, составляет стоимость бизнеса? Ну, достаточно большое, на самом деле, да. Вот у первой двадцатки, я думаю, это процентов 80, может быть, даже 90. То есть в основном это, конечно, бизнес. У них всех есть какие-то деньги, какие-то личные активы, недвижимость, ну и, в общем, достаточно дорогие там и яхты, и, там, я не знаю, самолеты. Опять же, многие коллекционируют искусство, причем на таком серьезном уровне. Там коллекцию, ну, условно. Ну, яйца Виксельберга, Фаберже, прошу прощения. Да, но они у Виксельберга. Да, но они у Виксельберга. Тогда будет хороший жест. А сколько он заплатил, по-моему, 100 миллионов что-то? Ну, сейчас, по-моему, около 350 миллионов это сейчас стоит. То есть, в общем, это существенно, но по сравнению с бизнесом, это так и процентов там, не знаю сколько. Семь. А каков процент денег, наличных денег в портфелях? По-разному тоже у всех. Все зависит от ситуации. Понятно, что если человек совершил крупную сделку, ну, допустим, Дмитрий Рыболовль, основной акционер, владелец Уралка, или после того, как он компанию продал в 2010 году структурам Керимова, Нейса Гальчева, Муцуева, то, в общем, как бы он, по большому счету, на этом кэше он и остался. Он, конечно, покупает какую-то недвижимость, купил особня Куэлла Смита, купил недвижимость на Манхэттене, вот, купил 10%, кстати, Bank of Cypress в свое время. Ну, в 2010 году, по-моему, да? Да, а потом его размыли до пяти, но, в общем, там он и остался, там, миноритарием этого прекрасного банка. Ну, а так, в общем, как бы кэш. Там, ну, у того же Прохорова достаточно много кэша, оставшегося еще. А в среднем по больнице, если смотреть на температуру, вот процент кэша у них какой? Не знаете? Ну, я, честно говоря, не считал, но я думаю, в среднем процентов, наверное, 15-20 вот так. То есть 15-20, вот их состояние, это в кэше? Ну, это кэш. Тут, смотри, что поднимать под кэшем. Вот под кэшем же можно поднимать там денежные средства и их эквиваленты. То есть вот портфельные инвестиции, да, ликвидных бумаг, это тоже, по сути, кэш. Ну, а если вот это убрать? Вот кэш именно, кэш. Вот прям вот деньги, но я думаю, меньше 10%. Меньше 10%. Меньше 10%, да. Потому что я почему спрашиваю? Потому что сейчас по статистике, крупный портфельный управляющий в США, у них кэша всего 3,1%. Все остальное инвестировано. Это просто говорит немножко о психологии толпы, в том числе и богатых людей. То есть у них практически очень мало кэша. Да. А если, скажем, вот что они будут делать, если случится снова 8 или 9 год? Ведь многие из них бы практически бы разорились, если бы не помощь государству. Ну да. Откуда они возьмут деньги? Меня просто вот какой вопрос интересует. Вот смотрите. Вы оцениваете их состояние, это чистое состояние, то есть за вычетом всех долгов и всего остального. Но тогда я не понимаю одной простой вещи. Вот у них столько, много миллиардов. Почему, когда, скажем, падает капитализация компаний, как, например, это было с Русалом, то они тут же становятся банкротами, если у них столько денег. Вот это с чем связано? Если это их чистый капитал, вот так грубо говоря, ну хорошо, компания бизнес сегодня стоит там 6 миллиардов, ну станет он стоить 1 миллиард. Ну человек же не обанкротится, правильно? Ну не обанкротится. Вы понимаете мой вопрос, да? Но почему тогда они сразу бегут за помощью государства, если у них столько денег, и это их чистая стоимость бизнеса за вычетом всех долгов? Может быть что-то с оценками не так, или это что-то здесь другое? Ну, тут понимаете в чем дело? В каждом конкретном случае, когда крестная ситуация, нужно смотреть на самом деле на структуру долга. Вот когда был 2009 год, действительно, если бы мы, допустим, вычитали тупо весь долг, который существует у Дерипаски, ну я условно говорю, для примера, да, то возможно его состояние было бы вообще нулем или отрицательным. Вот, просто потому что долговая нагрузка была существенно больше, чем стоимость актива. Более того, ведь когда все росло в жирные годы, там, 2006-2007, и весь бизнес, все же развивались за счет заемных денег. То есть это была обычная ситуация, причем даже пирамидились. Вот занимали деньги, покупали какой-то актив. Он рос в цене, занимали больше. Он рос в цене, занимали больше, этот актив закладывали, покупали еще что-то, ну и так далее. И потом, когда все это схлопнулось, то получилось, в общем, что... Николай, мы продолжим после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Демур и телефон студии 6510-996. Звоните, задайте вопросы или пишите на сайт финанс.фм. У нас в гостях сегодня Николай Мазурин, заместитель главного редактора Forbes России. И обсуждаем мы список Forbes, как он составляется и что с ним будет, если вдруг из-за угла придет... Ну, не то, что вы подумали, а кризис. Ну, Николай, продолжите про свою мысль. Вот мы стали говорить о долгах. Да, мы стали говорить о долгах. И модели бизнеса, которая существовала. Которая существовала. Все покупалось на взаимные деньги. Когда стоимость активов резко упала, то, соответственно, пассив остался на таком же уровне долговой обязательства. Вот, и если бы подходить формально и вычитать все долги, то у многих получился бы ноль или вообще минус. Собственно, ну, можно сказать, что многие были тогда разорены. И при оценке состояния 2009 году мы внимательно смотрели на структуру долга, на долгосрочные обязательства, на краткосрочные обязательства и на то, как ведутся переговоры с кредиторами. Потому что многие предприниматели сразу договорились с кредиторами о реструктуризации, о долгах и так далее. Но о списании части долгов мы это все учитывали. Ну, то есть это вот как банк. Если в банк одновременно прибегут все вкладчики и заберут все деньги у него, то он, наверное, там разорится вне зависимости от того, насколько он финансово устойчив. Но вы же ведь вычитаете все долги. Ну, мы вычитаем все долги, да. Но когда кризис, я говорю, мы используем некие допущения, что часть долга будет списана, реструктурирована и так далее. Но это не наши допущения. Это реально, что происходит. Ну, оно так и происходит, на самом деле. А сейчас такие допущения используются или нет? Нет, сейчас нет. Сейчас мы смотрим чисто на сколько, какая долговая нагрузка. Мы, как правило, пытаемся использовать, если долговая нагрузка известна, то, ну, тут мы используем мультипликатор EV и EBITDA. Вот, соответственно, EV там учитывает чистый долг. Ну, и, соответственно, через публичные кампании мы считаем, вычитаем чистый долг. Долг весь, причем сейчас его вычитаем и получаем стоимость бизнеса. А вы уверены, что вы весь долг учитываете? Ну, по крайней мере, те долги, о которых известно. А, понятно. Да, ну, то есть у нас, в основном мы используем публичную информацию, и, собственно, делаем запросы в компании, многие отвечают, да, в основном, на самом деле, почти все отвечают, то есть, в общем, финансовые показатели, сейчас, сейчас уже как-то проще компания делится такой информацией, вот еще там 5-7 лет назад вытащить что-то из непубличной кампании было практически невозможно. А вот в восьмом, в восьмом году они давали кофе? В восьмом году было сложно. А, сложно, вот именно поэтому, потому что я имею в виду там долги офшоров, которые висят на предприятиях. Да, это было очень сложно, это, в общем, такая была непростая задача, и вообще это был очень веселый такой список, там мы долго его составляли и мучились, собственно, вот потому что все вдруг обрушилось, непонятно, что было с долгами, вот, что было, потому что многие акции были заложены, перезаложены, там марджин-колы были у всех, то есть там, в общем, был такой винегрет, в котором разобраться было очень сложно. А сейчас все чисто и прозрачно, на ваш взгляд? Ну, более-менее, более-менее. Менее или более? Более. Более. То есть гарантировать то, что они снова не стали банкротами, нельзя? Ну, ничего нельзя гарантировать, возможно, станут, да. А скажите, пожалуйста, модель ведения бизнеса изменилась, в последнее время с тем, что было в предкризисные годы? Ну, сначала модель изменилась, стали меньше занимать, сначала меньше стали занимать на Западе, вот, чтобы снизить валютные риски, и как-то было более-менее спокойно. Но вот прошло буквально 2-3 года, и вновь можно сказать, что модели стали более агрессивными, больше заимствований, экспансии там и так далее. Ну, берут валютные риски. И снова, да, снова берут валютные риски. То есть ничем не научились? На ваш взгляд? Ну, чему-то, наверное, научились, но, в принципе, когда плохо, все вдруг вспоминают о риск-менеджменте. А когда все нормально, то что о нем вспоминать? А вообще риск-менеджмент — это такая довольно условная вещь, потому что, на мой взгляд, жадность, которая движет людьми, она сильнее... В страхах. В страхах, да. Должно быть, и наоборот, наверное, нет. Ну. Ну, у людей короткая память. Очень короткая. Ну, вообще, как вы относитесь к списку Forbes? В каком смысле? Вы его составляете, а вот отражает ли он действительно, на ваш взгляд, развитие российской экономики? Вы сказали, что с 2004 года состояние увеличилось в 11 раз в среднем, да? Тех людей, которые были все 10 лет, ну, нет, не в 11 помещено, а в 4 раза примерно. А вы же говорили, что РТС вырос в 2 раза, а они в 11. Нет, нет. В 86 было, а состояние... А, состояние всего списка. Нет. Я просто так запамятовал. Да, я напомню. Значит, 37 человек, которые были во всех 10 списках. Вот. Вот, соответственно, корректно взять их состояние на 2004 год и посмотреть... Вот этих 37 человек. Да, потому что они были все время, да. Так вот, их состояние было 86, а стало там 273. Вот. А индекс РТС вырос примерно... Все, в 4 раза, да. Все правильно. Да. А экономика во сколько раз выросла в ВП с 2004 года? Я не знаю, честно говоря, так честно не скажу, но, наверное, раза в 3. А, то есть, рост сопоставим с ростом экономики? Ну, в общем, да. Да, сопоставим. Понятно. То есть, получается, наш фондовый рынок экономику не догоняет? Он недооценен? Если так рассуждать. Ну, если так рассуждать, можно так сказать, да, что фондовый рынок... Но это же такая, в общем, вечная история, вечный спор. Насколько недооценен русский рынок? Какой у него потенциал роста там и так далее? Насколько он завязан на нефть? Ну, это не тема нашей рынка. Ну, то есть, получается, грубо говоря, что из того, что я понимаю, в основном это сырьевые состояния? Да, это сырьевые состояния. Больше, значительная часть. Да, это сырьевые состояния. Причем сырье совершенно разное. Не только... Ну, природное ископаемое, грубо говоря. Ну, не только нефтегаз, допустим, удобрение. Ну, уголь, удобрение, это все из земли. Да, уголь, да. А людей, скажем так, которые занимаются производством, реальным производством, в списке они вообще есть? Ну, есть люди, которые построили бизнес с нуля, причем, ну, если говорить, допустим, не о производстве, а о сфере услуг, то... Я имею в виду обрабатывающую промышленность, производство, реально, индустрия. Не сфера услуг, а индустрия. Есть представители или нет? Ну, допустим, вот Дерипаска, у него же довольно большая промышленная империя, да, туда входит там и газ, и тот же самый Русал, ну, я не знаю, у Потанина Норильский никель, ну, вот это... Ну, это удобрение, это же, ой, прошу прощения, это же все полезные ископаемые, практически. Ну, в общем, да. Низкий уровень передела, а вот люди действительно с высоким уровнем передела, там, высокотехнологичные отрасли, есть такой вообще хотя бы один? Ну, если говорить о высоких технологиях, то, например, ну, вот Аркадий Волош, это высокие технологии компании Яндекс. Я имею в виду производство, не вот это вот... Вот не интернет. Да, не какая-то... Вот производство, понимаете, производство, вот, например, Баффет, да, у него производственные активы в основном, с высокой долей добавленной стоимости. У нас такие люди есть? Да что-то я так вот сходу не могу, наверное, вспомнить, чтобы прямо это было высокий уровень производства. У нас, в общем, вся экономика, она так или иначе связана с сырьем и с первичной переработкой сырья. Ну, и купи-продай. Ну, это да. Да, да. Ну, и в последнее время выросли предприниматели, которые так или иначе связаны со стройкой, в кавычках, то есть это там производство строительных материалов, девелопмент, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость и так далее. Вот, допустим, сам Вэл Карпетян. А у них опережающий рост, по сравнению к остальным? Да. У них рост опережающий. В общем, в этом году, собственно, они больше всего выросли. И, наверное... Ну, кто еще? Ну, еще Тимченко с Михельсоном, Новотек. Там отдельная история. Но, вообще, Новотек — это отдельная история, да. Там история абсолютно отдельная. Странно, что менеджмент «Газпро» у них в вашем списке. Кстати, а там чиновник хотя бы один есть? Бывший или какой-нибудь? Не припомните? Ну, если говорить, кстати, о представителях власти, в широком смысле, да, то там ни много ни мало 23 человека у нас. А кто в основном? Ну, в основном депутаты Думы. Депутаты Думы — 10 человек, 5 сенаторов у нас. Ну, я имею в виду, но они же стали депутатами-сенаторами после того, как уже стали успешными бизнесменами. Ну, да. А вот, скажем, если взять какого-нибудь бывшего чиновника, есть такие люди? Ну, бывший чиновник... Ну, Потанин, например, он же бывший чиновник. Ну, в общем, да. Ну, собственно, тогда можно назвать и Авина бывшим чиновником. Когда министра Гайдаровского. Можно... Вот еще Владимир Коган, питерский предприниматель, банкир. Банкирский дом в Санкт-Петербург, сейчас у него нефтяной бизнес, бывший Афибский НПЗ, Дерипаски. Ну, это довольно крупное предприятие, там, под миллиард долларов. Ну, их абсолютная меньшинство. Ну, их мало, да. Чистых бизнесменов мало. Я не знаю, слышали вы или нет, но вот сейчас начали раздаваться голоса, которые звучат все громче и громче, и они заявляют о том, что сырьевой цикл подошел к самому завершению. То есть, рост сырья, такой быстрый, мощный, этот цикл рост, он подошел к самому завершению. Слышали, наверное? Да, да. А поскольку все наши замечательные миллиардеры, они в основном сырьевики, не путать с силовиками, хотя это уже, скорее всего, одно и то же. А что с ними будет, если цикл подошел к завершению? Как вы считаете, они смогут вовремя перепрофилировать свои бизнесы, чтобы избежать неприятных последствий? Если у них, как вы говорите, модель ведения бизнеса сейчас примерно такая же, как была в восьмом-девятом году. Ну, до восьмого года я неправильно выразился. Ну да, но просто в основном у предпринимателей, которые входят, ну, скажем, в первую двадцатку или в тридцатку, у них довольно уже сейчас бизнесы диверсифицированы, то есть это не только сырье. Ну, допустим, возьмем, не знаю, ну, ту же Альфу Групп, да, вот у них, собственно, сырья уже и нет, потому что была нефтяная компания, но даже когда у них была нефтяная компания, у них еще большой телекоммуникационный кусок, да, был, мегафон на самопилком, а мегафон на самопилком остался. У них ритейл, перекресток пятерочка, карусель. Ну, это же все равно завязано все на нефть. Ну, если в стране нет нефти, то по мобильникам говорят меньше и кушают меньше. Да, да, и будет меньше, будет меньше денег лица и будет меньше спрос и в магазине пятерочка. Ну, по большому счету, да, так как все зависит от нефти, да, все зависит от цены на нефть. У нас все зависит, начиная от бюджета и заканчивая там состоянием. То есть эти люди практически получаются, если я правильно воспомнил, они просто заложники цены на нефть и на газ. И никаких попыток уйти от этой зависимости они не предпринимают. Что значит уйти, например, ну, купить какой-нибудь большой бизнес за рубежом, какой-нибудь производственный бизнес или телекоммуникационный бизнес за рубежом. Ну, вот та же Альфа пытается покупать телекоммуникационный бизнес за рубежом, да, вот. Эта история с большим оператором вылетела сейчас время из головы название в Египте. Да, да, да. Вот, какие-то предпринимаются попытки, но как-то вот не очень. А Альфа-единичный случай или остальные тоже что-то делать пытаются? Ну, я не имею в виду там баскетбольные команды, футбольные команды, а реальный вот бизнес. Ну, вот такого чего-то большого, не связанного с основной деятельностью. Не, ну вот, допустим, там Лукойл тоже имеет активы, да, там, допустим, Венесуэля пытается там в Ираке. Та же нефть. Ну, та же нефть, да. То есть того, что было бы не связано с основной деятельностью, наверное, немного, совсем немного. Но в качестве такого полуанекдота, что ли, можно... Николай, мы должны вас приводить. Уходим на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс». Телефон в студии 6510-996, код город 45. Звони, задайте вопросы. В гостях у нас Николай Мазурин, заместитель главного редактора Forbes России. Обсуждали мы список Forbes. Ну, вот пришли к такому неутешительному выводу, что наши самые богатые люди страны, они все несчастные заложники, узники, вернее. Ну, не совести, а нефти. На самом деле-то вопрос серьезный. Почему серьезный, на мой взгляд? Давайте возьмем телефонный звонок у нас есть. Роман, да. Добрый день, Роман, Москва. Ну, я хотел бы реабилитировать этих граждан, да, которые поучаствовали в приватизации. Вот, которую, кстати говоря, сегодняшний президент назвал несправедливой бандитской, но ее условия именены не будут. Вот. Он выступил гарантом, что эти люди останутся в списке Forbes. Если мне память не смеет, было две попытки. Вот. Симмонс силовые машины и Opel пытались, значит, эти Юрики купить. Но им было указано место на коврике, в общем-то, и все. И все попытки как-то с этой нефтяной иглы скачать. У них быстренько закончилась. И, в общем, они смирились с этой позицией. Вот, собственно, и все. Симмонс силовые машины и Opel. Если мне память. Им просто не дали это купить, и все. А то есть, чтобы в России построить Opel, аналог или Siemens, это как-то не получается, да? Да, зачем ребятам нужно? Они там живут, семьи у них там, дети у них там. Зачем в России все это вообще? Ну, диверсифицировать активы. Я думаю, им, в общем-то, хватает на хлеб с маслом. А что здесь? Здесь же просто вы могли бы это для Симмонса, для Мерседеса, для... Вот и все. Вот. А свои активы они как-нибудь в яйца Виксельберга переведут. Да и ничего. Вполне. Ну, яйца Виксельберга тоже могут в цене потерять. Побиться могут. Ну, я не знаю. Или посидеть. Ну, посидеть скорее, да. У меня все, счастливо. Счастливо. Вопрос-то, на самом деле, я к чему подводил? Поскольку это все заложники нефти, у них есть долговая нагрузка. Вот долговая нагрузка примерно какая? Ну, с чем сравнивать? В миллиардах, в миллиардах. Не знаю, не могу сказать. Ну, это... Сотни? Ну, да. Сотни? Да. То есть, практически-то получается так, что... Ну, может быть, не сотни, но может быть, порядка там ста миллиарда. Ну, потому что у нас сейчас корпоративный долг составляет, по-моему, 600 миллиардов долларов. То есть, у них где-то там... Ну, корпоративный долг, вы имеете в виду, это с учетом государственных компаний? С учетом, конечно, с учетом. Да, но уже огромные долги, и там у господина, и у Роснефть, и вообще огромная долговая нагрузка. То есть, получается где-то, ну, скажем, 250-300 миллиардов, наверное. Ну, вот случается опять, если закончился, как нам говорят, сырьевой цикл, кто эти долги будет возвращать? ЗВР, если так разобраться? Ну, я не знаю, кого будут спасать. Если будут спасать, то тогда, наверное, да, тогда будет государство. А где? А у государства деньги, собственно, где? Вот либо элитаризировали, либо фонды будущих поколений. Будущие поколения останутся без денег. Зато оставишься в списке Forbes, да? Как дико звучит, да? Богатые люди не могут управлять своими компаниями так, чтобы пережить кризис. Ну, с одной стороны, это звучит дико, но, с другой стороны, несмотря на все эти разговоры, в общем, за этими людьми из списка Forbes стоят реальные предприятия, да, и на них работают реальные люди. Все эти истории с Пикалевым, ручку верните, пожалуйста, они, может быть, выглядят так как-то вот... Ну, такая сценическая постановка. Да, как театр, но ведь проблемы-то есть реально, и я не знаю, что правильно, что неправильно. Я не исключаю, что во многих случаях государство давало деньги, ну, потому что не было другого способа снять как-то социальную напряженность. А кто основные кредиторы вот наших миллиардеров? Госбанки в основном и западные банки. Да, и наши госбанки прекрасно сотрудничают с компанией крупнейших предпринимателей российским и с ВТБ с удовольствием дают деньги. А в долях, если посмотреть, скажем, какая доля долгов приходится на российские банки, ну, в основном, конечно, государственные банки. Ну, да, это ВТБ и Сбербанк в основном, да. Ну, собственно, это хотя бы потому, что у них эти деньги есть, да, они просто вот очень большие, опять, потому что эти деньги есть у государства. У частных банков просто нету такого количества ресурсов, чтобы кредитовать. А вот доли, вы не подскажете, доля, скажем, долга, которая приходится на российские банки, доля долга, которая приходится на западные банки? Ну, опять же, я специально не считал, но по ощущениям... Ну, вы, наверное, цифры какие-то видели, когда... По ощущениям где-то примерно пополам. Вот сколько на Западе занимается только у нас. В последнее время больше стали у нас занимать. У нас? Да, больше стали у нас занимать. Ну, хотя и на Западе занимают. Вот это опять, то вспоминают о валютных рисках, то забывают о них. Потому что, в общем, у нас в основном, у наших банков занимают в рублях. А, в рублях у нас у нас. То есть эту проблему решить можно. Просто врубил печатную станцию. Ну, в общем, да, напечатал. Проблема как раз с валютой. Ну, доллары мы не можем печатать еще пока, да. Ну, северные корейцы якобы научились. Ну, почему бы нам? У нас же тоже спецы есть. Да. То есть это серьезно. На ваш взгляд, это серьезный риск? В данной ситуации? Ну, если на самом деле сырьевой цикл подошел к концу, да, вот растущий тренд. И если все будет в ближайшей перспективе падать, то, конечно, это серьезный риск. Это серьезный риск не только для списка ворбс. Это серьезный риск вообще для России, для экономики, для бюджета. А если это серьезный риск для бюджета, то это серьезный риск и для ситуации политической в стране. Ну, потому что, в общем, понятно. Пикулево-напикулево. Да. Ручек на всех не хватит. И денег на всех не хватит, да. Что-то вы какой-то пессимист. Ну, мы же исходим из того, что цикл подошел к концу. А сами-то, ведь Forbes же, Forbes же публикует очень много материалов, как раз макроэкономических. Наверное, у вас есть какое-то видение ситуации макроэкономической в мире? Ну... Вы же много читаете, да? Ну, да, да. Много пишите. Ну, я все больше читаю о корреспондентах и редакторах, которые мне сдают материалы. Ну, если серьезно говорить, то... Ну, по большому счету, последствия кризиса того не преодолены еще. И... То есть способ-то был простой. Включить печатный станок и залить все деньгами. Если Америка как-то более-менее восстанавливается, то в Европе плохо все. В Европе же вообще не было ни одного... На что интересно обратить внимание. Не было ни одного крупного банковского банкротства. Если в Америке был Берстарнс и Лемонт Бразерс, то в Европе же проблемы были у банков не меньшие. Но, тем не менее, не было ни одного банкротства. Всем дали денег, всех спасли. Экономика стагнирует. Это, в общем, ничего хорошего как-то не видно в ближайшей перспективе. И не очень понятно, где те точки роста, да, вот вокруг которых может сосредоточиться какая-то активность. И которые могут вывести экономику вот из этого состояния стагнации. Николай, а как вы к экономистам относитесь? К их прогнозам? Ну, смотря каким, есть очень уважаемые экономисты. Нет, я почему... Позвольте, вы заместите главный редактор. То есть вы читаете очень много материалов, да, очень много прогнозов, статей. Вы читаете же? Ну, читаю, конечно, да. Но я могу сказать, что к экономистам я отношусь осторожно, но, тем не менее, как-то с большим пиететом, чем к аналитикам инвестиционных банков. Вот к ним я как-то... А почему? Ну, знаете, потому что мне кажется, что аналитики инвестиционных банков, они часто занимаются шаманством, которое связано с тем, что сейлзам надо что-то впарить. И вот все эти китайские стены, которые якобы существуют, на самом деле нет никаких китайских стен. И вне зависимости от того, аналитик работает на клиентов, ну, на внутреннюю аналитику или внешнюю, все равно все это, в общем, связано с основным бизнесом. Основной бизнес любого банка — это впарить свой продукт. И поэтому, в общем, под это все заточено. — Это сказал не я, это сказал Николай Мазурин. У меня просто аналогичная точка зрения. Приятно иногда еще раз услышать. Но возвращаясь к списку Forbes. Вы видите, скажем так, ну, понятно, уже ответили на этот вопрос, что никаких изменений особых вы не видите и не увидите. Не ожидаете, скажем так. — Почему? Ну, не все так плохо, на самом деле. И не все у нас завязано на нефть. Вот у нас в этом году 16 новичков в списке. А не люди, которые впервые попали. Среди них есть очень интересные люди. Например, предприниматели, которые сделали деньги на предоставление медицинских услуг. Ну, вот Марк Курцер, компания Medical Group — это мать и дитя. Сеть клиник, ну, связанных там с кульшественной гинекологией. Значит, ОАО «Медицина» Григорий Ройберг. Тоже, в общем, мы его станем оцениваем в 500 миллионов. Ну, просто его теперь можно сравнить с Курцером, который публичный. А Курцер провел IPO. Компанию оценили в 900 миллионов долларов. Так вообще-то на всякий случай. Вот. Потом основатели компании Yota, Адонев и Адолян, они стали младшими партнерами Алишера Усманова в холдинге Гарлсдейл, куда телекоммуникационные активы слили. Ну, бренд Yota, в общем, известный. И у них по 700 миллионов мы оцениваем их состояние. То есть, ну, как-то вот что-то меняется, что-то происходит, что-то растет. А как вот эти, скажем так, вот если говорить о секторе телекоммуникационном или вот виртуальной реальности, да, компании, которые занимаются, вы не обращали внимания, насколько, каково соотношение между реальным денежным потоком этих компаний, или то, что получают акционеры, и рыночной капитализацией компаний? Ну, грубо говоря, какие-то мультипликаторы? 100, 200? Ну, там огромные мультипликаторы. Таких мультипликаторов никогда не было и не будет в реальном секторе. Там мультипликаторы, по ИИ, допустим, они могут там ставить 30, 100, там. Ну, на самом деле, какая угодно может быть оценка. И по большому счету эти компании стоят... То есть их бизнес во многом зависит не от денежного потока, да, не от прибыли, а от неких ожиданий виртуальных. Что вот у нас будет новая экономика, у нас будут новые возможности, и у нас... Ну, новая, старая песня. Да, да, да. И поэтому на ожиданиях того, что вот будет еще один iPhone, iPad, iPad или Facebook... Ну, не приди, Господь, продать 5% акций, да? И попытаться перейти в кэш. Они же ведь, насколько я понимаю, их не продают, а закладывают банком, чтобы только не обрушить капитализацию. Ну, по-разному бывает, да, очень многие закладывают. Это, на самом деле, обычная история, когда пакет закладывается, вот опять же, к агрессивным моделям. Акции закладываются, на взаимные деньги что-то покупаются. А когда закладываются? Там же ведь есть какие-то ковенанты, да, что акция не может падать ниже, чем определенная цена. Ну да, margin call тогда. Тогда нужно либо акции довнести, либо денег... Ну, а ситуация с «Газпромом» знакомая, да, к 80 подходил. Ну что ж, спасибо большое, Николай, за очень интересную беседу. У нас в гостях был Николай Мазурин, заместитель главного редактора «Форс» в России. Вам удачи. Спасибо, спасибо. Спасибо.